Госпоже моей, достопочтеннейшей и боголюбезнейшей деканиссе, Олимпиаде, епископ Иоанн, о Господе радоваться, письмо первое. Хочу излечить рану твоего уныния и рассеять мысли, сбирающие это облако скорби. Что в самом деле смущает твой дух? Почему ты печалишься и скорбишь? Потому что суровая и мрачная это буря, которые подверглись церкви. Потому что все превратило нас в безлунную ночь, и день от дня все более усиливается, причиняя тяжкие кораблекрушения. Потому что растет гибель вселенной. Знаю это и я, да и никто не будет прикосновить этому. Если желаешь, я изображу даже тебе и картину того, что теперь происходит, чтобы сделать для тебя более ясными настоящее печальное событие. Мы видим, что море бурно вздымается от самого дна. Одни корабельщики плавают по поверхности, вот мертвые, другие ушли на дно. Корабельные доски развязываются, паруса разрываются, мачты разламываются, весла выпадали из рук грибцов. Кормщие сидят вместо рулей на палубах, обнимают руками колено и только рыдают громко, кричат, плачут и сетуют о своем безысходном положении. Они не видят ни неба, ни море, а повсюду лишь такую глубокую, беспросветную, мрачную тьму, что она не дозволяет им замечать даже и находящихся вблизи. Слышится шумное ракотание волн, и морские животные отовсюду устремляются на пловцов. Но до коих пор, впрочем, гнатья нам за недостижимым. Какое бы подобие ни нашел я для настоящих бедствий, слово слабеет перед ними и умолкает. Впрочем, хотя я и вижу все это, я все-таки не отчаиваюсь в надежде на лучшие обстоятельства, памятуя о том, кормчем всего этого, который не искусством одержит верх над бурей, но одним мановением прекращает волнение моря. Если же он делает это не с самого начала и не тотчас, то потому что такого у него обычаи не прекращать опасности вначале, а тогда уже, когда они усилятся и дойдут до последних пределов, и когда большинство потеряет уже всякую надежду, тогда-то он, наконец, совершает чудесное и неожиданное, проявляя и собственное свое могущество и приучая к терпению подвергающихся опасностям. Итак, не падай духом. Ведь одно только олимпиада страшно, одно искушение, именно только грех. Я не перестаю до сих пор напоминать тебе это слово. Все же остальное – басня. Укажешь ли ты на козни или на ненависть или на коварство, на ложные допросы или бранные речи, обвинения, на лишение имуществ или изгнания, или заостренные мечи, или морскую бездну, или войну всей Вселенной? Каково бы все это ни было, оно и временно, и скоро приходящее, имеет место в отношении к смертному телу и нисколько не вредит трезвой душе. Поэтому и блаженный Павел, желая показать ничтожество радости и печали, приключающихся в настоящей жизни, разъяснил все одним из речений. Видимое – временно. Итак, зачем тебе бояться временного, протекающего подобно речным потокам? Потому что таково настоящее, все равно будет ли оно радостно или печально. Другой же пророк все человеческое счастье сравнил не с травою даже, а с другим, более ничтожным веществом, назвавший все вместе святом травы. И счел этим светом не часть только счастья, например, только богатства, или только роскошь, или обладание власти, или почести, но все, что у людей считается славным, обняв одним именем славы, уподобил затем траве, сказав «И всякая слава человеческая, как свет на траве». Исайя 40, стих 6, 567. Однако ужасно и тяжело скажешь несчастье. Но смотри, как оно в свою очередь приравняется пророкам к другому образу и относись с презрением и к нему. Именно, уподобляя бранные речи, оскорбления, укоризы, насмешки со стороны врагов и злые замыслы, изветшавшие одежде и изъеденной молью шерсти. Пророк говорит, «Не бойся, когда богатеет человек, когда умножается слава дома его, потому что состарится, как риза, и будут изъедены, как шерсть, молью». Итак, пусть не смущает тебя ничто из того, что происходит. Перестань звать на помощь то того, то другого, Игнатия за тенями, атаковать человеческая помощь. Но призывай непрестанно Иисуса, которому ты служишь, чтобы Он только благоизволил. И все бедствия прекратятся в один миг. Если же ты призывала, а бедствие не устранено, то таков убога обычай. Не сначала, я повторю то, что сказал выше, удалять бедствия, но когда они достигнут наибольшей высоты, когда усилятся, когда враждующий изолит почти всю свою злость, тогда, наконец, все сразу изменит состояние тишины и производит неожиданные перемены. Он может произвести не только те блага, каких мы ожидаем и надеемся получить, но гораздо большее и бесконечно ценнейшее. Поэтому и Павел говорит, а тому, кто может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем? Игнатия нам 3.20. Разве он не мог в самом деле сначала же не допустить трем отрокам подвергнуться искушению? Мог, но не пожелал, чтобы доставить им через это большую выгоду. С этой целью он допустил и то, чтобы они были преданы в руки иноплеменников, и чтобы печь была разожжена до несказанной степени, и чтобы гнев царский пылал сильнее печи, и чтобы крепко связаны были их руки и ноги, и чтобы, наконец, вернуты они были в огонь. И когда все, созерцавшие их, отчаялись в их спасении, тогда-то, нежданно и вопреки всякой надежде, проявилось чудное дело превосходнейшего художника, Бога, и просияло с превосходной силою. Именно огонь связывался, а узники разрешались. Печь сделалась храмом молитвы, источником и росою, и стала почетнее царских дворцов. И над огнем, этой всепожирающей стилой, которая преодолевает и железо, и камни, и побеждает всякое вещество, одержала верх природа волос. И здесь стоял согласный хор святых, призывавших всю тварь и небесную, и земную, к дивному песнопению. Они пели, воссылая благодарственные гимны за то, что были связаны, за то, что, насколько это зависело от врагов, были сожигаемы, за то, что были изгнаны из Отечества, за то, что стали пленниками, за то, что были лишены свободы, за то, что сделали с неимеющими городов, бесприютными и переселенцами, за то, что жили в чужой и иноплеменной земле. Таково свойство благородной души. И вот, когда и злодеяния врагов были кончены, что еще могли бы они предпринять после смерти? И добродетель борцов проявилась во всей своей полноте. Когда сплетен был для них венец, собраны были награды, и ничего уже не осталось больше для их прославления. Тогда-то именно бедствия устраняются, и тот, кто возжег печь и предал отроков столь великой муки, начинает дивно прославлять этих святых борцов и делается вестником необычайного чуда Божия, посылает во все стороны вселенной письма, полное благохваления, повествуя в них о случившемся, и делается таким образом достоверным вестником чудес, дивнотворца Бога, потому что если он сам прежде был врагом и неприятелем, то писанное им не возбуждало уже к себе подозрения у врагов. 568. Видишь искусство Бога, видишь Его мудрость, видишь, что Он совершает не то, что согласно с обычными мнениями и ожиданиями, видишь Его человеколюбие и попечительность, поэтому не смущайся и не тревожься, но пребывай постоянно благодаря Бога за все, словословь Его, призывай, проси, умоляй, и хотя бы наступили бесчисленные смятения и волнения, или происходили перед глазами твоими бури, пусть ничто это не смущает тебя. Господь ведь у нас не сообразуется затруднительностью обстоятельств, даже если все впадает в состояние крайней гибели, так как Ему возможно поднять упавших, вывести на дорогу заблудших, исправить подпавших соблазну, исполненных бесчисленных грехов, освободить от них и сделать праведными, оживотворить лишенных жизни, восстановить еще с большим блеском то, что разрушено до основания и обветшало. В самом деле, если Он делает, что рождается, то, чего не было, и дарует бытие тому, что нигде вовсе не проявлялось, то гораздо скорее Он исправит существующее уже и происшедшее. Но скажешь, много погибающих, много соблазняющихся, много и подобного часто уже случалось. Но впоследствии все, однако, получало соответствующее исправление, исключая тех, кто упорно пребывал в неисцелимой болезни и после перемены обстоятельств. Зачем ты смущаешься и грустишь, если тот изгнан, а тот, напротив, возвращен? Христа распинали и требовали освобождения разбойника воравы. Развращенный народ кричал, что выше должен быть спасен человеку-убийцу, чем спаситель и благодетель. Скольких людей, ты думаешь, это тогда соблазнило? Скольких это тогда погубило? Но лучше следует повести речь с более ранних событий. Этот распятый не то счастлив по своем рождении сделался переселенцем и беглецом и со всем своим домом, находясь еще в Колыбели, переселялся в чужую землю, отводимой страной иноплеменников, отделенной от его родины столь большим пространством пути. И вот по этой причине явились потоки крови, беззаконные убийства и заклания. Все, только что явившиеся на свет поколение, убивалось. Как бы в бою, на войне. Дети, отрываемые от сосов, предавались закланию. И когда еще было молоко в гортане, вонзался меч через горло и шею. Что тяжелее этого печального события? И это делал искавший убить Христа. И долготерпеливый Бог терпел, когда дерзко измышлялось такое ужасное злодеяние, когда лилось столько крови, терпел, хотя мог бы воспрепятствовать, показывая столь великое долготерпение вследствие тайных и мудрых своих планов. Когда затем Христос возвратился из страны иноплеменников и вырос, против Него начала возбуждаться вражда отовсюду. Сначала недоброжелательствовали и завидовали ученики Иоанна, хотя сам Иоанн относился с почтением к делу Его, и говорили, «Вот тот, который был с тобой на Иордане, он крестит, и все идут к нему». Это были слова людей, находившихся в состоянии раздражения, одержимых завистью и изнуряемых этой болезнью. Потому-то один из учеников, сказавших эти слова, даже спорил с некоторым иудеянином и состязался об очищении. Крещение сравнивается с крещением, крещение Иоаннова с крещением учеников Христа. Был, говорит, и состязание учеников Иоанновых с некоторым иудеянином очищении. Когда опять Христос начал творить знамение, сколько было злословия. Одни называли его самарянином и беснующимся, говоря, что «Самарянин-то и бес в тебе». Другие обманщикам, говоря, не от Бога он, но обольщает народ. Иные волшебникам, говоря, что силой князя бесовского их зевула изгоняет бесов. И это повторяли постоянно. Называли врагом Богу и любящим есть и служить чреву, любящим пить вино, и другом людей порочных и развращенных. Пришел, говорится, сын человеческий, идиест и пьет. И говорят, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам. Лука 7, 34. Когда же беседовал с блудницей, называли его лжепророком. Если бы был пророк, говорится, то знал бы, кто эта женщина, говорящая с ним. И ежедневно изощряли зубы против него. И не иудеи только так враждовали против него, но и те сами, которые, казалось бы, были братьями его, не относились к нему искренне. И из среды домашних была возбуждаема против него вражда. Как распленны были и они, это усматривая слов, какие сказал евангелист. И братья его не веровали в него. Иоанна 7, 5. 570. Если затем ты вспоминаешь, что многие соблазняются и вводятся в заблуждение теперь, то спрошу тебя, сколько, думаешь, ты из учеников его соблазнилась во время креста? Один предал, другие убежали, третий отрекся. И когда все остали, был ведом только один связанный. Сколько ты думаешь соблазнилась в то время из тех, которые недавно зрели его творящим знамения, воскрешающим мертвых, очищающим прокаженных, изгоняющим бесов, источающим хлебы и совершающим другие чудеса? Соблазнилась при виде того, как его только вели связанным, когда его окружали ничтожные воины, и священники иудейские следовали за ним, производя шум и смятение, при виде того, что все враги только захватив его держат в своей среде, и что предатель присутствует при этом и торжествует. А что, когда его бичевали, и, вероятно, при этом присутствовало бесчисленное множество людей, потому что был славный праздник, который собирал всех, а городом, приявшим от озверища беззакония, была столица, и происходило это в самый полдень. Итак, сколько людей, думаешь, присутствовало, тогда и соблазнялось, видя, как он был связан, подвергнут бичеванию, обливался кровью и испытывался судилищем эгемона, и при этом не было никого из его учеников. А что, когда совершалось над ним разнообразное издевательство, следовавшее непрерывно одно за другим, когда то уверчивали его тернием, то облекали в хламиду, то давали в руки трость, то падая поклонялись ему, проявляя все виды издевательства и смеяния. Сколько людей, ты думаешь, соблазнялось! Сколько приходилось смущения! Сколько приводилось замешательства! Когда били его полоники и говорили, «Прореки нам, Христос, кто тебя ударил!» Когда водили его туда и сюда и стратили весь день на остроты и ругательства, на издевательства и смеяния, и это в середине иудейского зрелища. А что, когда раб архиерея ударял его? А что, когда воины разделяли его одежды? А когда он обнаженный был вознесен на крест, со стыдами бичей на спине и был распинаем? Ведь даже и тогда эти дикие звери не смягчались, но делались еще более бешенными, и злодеяния усугублялись, и издевательства усиливались. Одни говорили, «Разоряющий храм и в три дня созидающий ее!» Другие говорили, «Иных спасал, а себя не может спасти!» А иные говорили, «Если сын Божий, то сойди с креста и уверуем в тебя!» А что, когда напитавших губу желчью и уксусом оскорбляли его? А что, когда разбойники поносили его? А что, о чем я и прежде говорил о том страшном и беззаконнейшем деле, когда говорили, что более достойно требовать освобождения не его, а того разбойника, вора и виновника бесчисленных убийств, и, получившие от судей право выбора, предпочли вораву, желая не только распять Христа, но и запятнать его худою славою, думали, что отсюда можно сделать вывод, что он был хуже разбойника и так беззаконен, что его не могли спасти ни человеколюбие, ни достоинство праздника, ведь все они делали ради того, чтобы переменить мнение о нем в худую сторону, потому-то распяли вместе с ним и двух разбойников, но истина не осталась скрытой, а просияла даже сильнее, и в присвоении царской власти обвиняли его, и говоря, всякий, кто делает себя царем, не друг кесарю, на того, кто не имел где преклонить главу, возводя обвинение в желании царской власти, и в богохуйстве делали его ложное обвинение. И расхищенник разодрал свои одежды, говоря, он богохульствует, каких еще нужно нам свидетелей? А смерть какова? Разве не насильственная? Разве не смерть осужденных? Не смерть проклятых? Разве не самое постыдное? Разве не смерть самых последних беззаконников, недостойных даже испустить и дыхание на земле? А устройство погребения не совершается ли в качестве милости? Некто, придя, и спрашивал себе его тело. Таким образом, даже и погребающий его не был из числа близких, облагодетельствованных им, из числа учеников, насладившихся столь полной близостью к нему и вкусивших спасения, так как все они сделались беглецами. Все убежали. А та худая молва, которую распустили по воскресенье, сказавшая, что пришли ученики его и украли его, сколь многих соблазнила, сколь многих ввела в обман. Эта молва тогда находила доверие, и хотя она была ложна и куплена за деньги, все же возымела силу в сознании некоторых после печати, после столь великой очевидности истины. Народ же и не знал учения воскресенья, это неудивительно, когда и сами ученики не верили. Тогда они и не знали, говорится, что подобает ему из мертвых воскреснуть. Итак, сколько, думаешь, соблазнилось в те дни? Но долготерпеливый Бог переносил все, устрояя по своей неизглагованной мудрости. 572. Потом, после трех дней, ученики опять скрываются, прячутся, становятся изгнанниками, пребывают в трепети и постоянно меняют место за местом, чтобы укрыться. И после 50 дней, начав показываться и творить знамения, даже и тогда они пользовались безопасностью. Но и среди более слабых происходило множество соблазнов, когда ученики были подвергаемы плетям, когда церковь была потрясаема, когда ученики изгонялись, когда враги во многих местах делались сильными и производили смятение. Так, когда благодаря знамениям ученики приобрели большее дерзновение, тогда опять смерть Стефана причинила тяжелое преследование, рассеяла всех и ввергла церковь в смятение. Ученики опять в страхе, опять в бегстве, опять в тревоге. И все же дела церкви постоянно росли, просветали через знамения, светлели вследствие положенных в их основание начал. Один был спущен через окно и таким образом избежал рук начальника. Других вывел ангела, таким образом освободил от уз. Иных изгоняемых теми, которые обладали могуществом, принимали и услужили всяким образом торговцы и ремесленники, торгующие пурпуром женщины, приготовляющие палатки и кожевники, жившие на самых окраинах городов, подле самого берега моря. А часто ученики Христова даже не осмеливались и показывались в середине городов. Если же они сами и осмеливались, то они дерзали оказавшее им гостеприимство. Так-то текли дела посреди искушений, посреди успокоений, и раньше соблазненные впоследствии поправлялись. Заблудшие приводились опять на путь, и разрушенное на основании, до основания устраивалось еще лучше. Поэтому, когда святой Павел просил, чтобы проповедь распространялась только среди тишины, всемудрый и все прекрасно устрояющий Бог не сделал по воле ученика, не внял ему, несмотря и на часто его просьбы, но сказал, «Довольно для тебя благодать и моя, сила моя в немощи совершается». Если желаешь и теперь поразмыслить наряду с печальными событиями, и о радостных, то увидишь много, если не знамений и чудес, то во всяком случае похожего на знамения и неизреченное множество доказательств великого промышления Божия и помощи. Но чтобы ты не все услышала от нас без всякого труда, эту часть я оставляю тебе, дабы ты тщательно собрала все радостное и сопоставила с печальным, и занявшись прекрасным делом, отклонила себя таким образом от уныния, потому что и отсюда ты получишь большое утешение. Утешь весь твой благословенный дом, передав от нас великое приветствие, пребывай сильной и радостной, достопочтеннейшей и боголюбезнейшей моя госпожа. Если желаешь писать мне пространно, то извести меня об этом. Не обманывай меня, однако, что ты оставила всякое уныние и проводишь жизнь в спокойствии. В том ведь и заключается лекарство моих писем, чтобы доставить тебе большую радость, и ты будешь получать от меня письма постоянно. Но не пиши мне опять, я получаю большое утешение твоих писем, потому что это знаю и я. Пиши, что получаешь такое утешение, какое я хочу. Что не смущаешься, не плачешь, а проводишь жизнь в спокойствии и радости.